Попадая внутрь волшебной лавки, а именно такое название имеет помещение, где располагается клуб талантливых мастеров со всего региона, начинаешь понимать ее удивительное название. Вокруг предметы ручной работы самых разных направлений. Готовясь к празднованию 40-летия Ленинского района, здесь придумали необычную экспозицию – уголок фонарщика. Профсоюз ремесленников решил создать уголок фонарщика, чтобы люди могли прийти здесь, узнать историю создания этих фонарей, посмотреть какие-то экспонаты и узнать истории уже о самом фонарщике. То есть у нас существует еще много легенд, рассказов о фонарщике. И это получилось. Теперь в волшебной лавке целый тематический уголок Виктора Кирисюка, а именно так зовут фонарщика в реальной жизни, в котором хранится его форма, личные вещи, фотографии, сувениры, которые дарят брестскому волшебнику гости. Есть в этом разнообразии весьма интересные экспонаты, которые обязательно будут интересны туристам. Тоска, на которой подписывался указ самим губернатором и мэром города на значении должности фонарщика. Ну, его шапка, его часы здесь есть, по которым он сверяет время, когда же зажигать фонари, ну и когда их, в общем-то, тушить. Вы знаете, что он две функции выполняет. Особая легенда связана с бабушкой фонарщика и ее волшебными пряниками. Бабушка фонарщика печет очень вкусные пряники. И они не просто пряники обычные, они волшебные. Вот если их разломать, вот что мы будем сейчас и делать, то внутри вот мы увидим предсказание. Кроме того, оказывается, что и пуговицы на кителе фонарщика волшебные. Существует легенда, что если оторвать пуговицы с мундира фонарщика, то твои мечты сбудутся. Но на самом деле это только часть легенды. Вторая часть гласит о том, что мало ее оторвать, нужно ее обязательно еще и проглотить. Мы не могли допустить, чтобы наши гости города глотали металлические пуговицы фонарщика, поэтому одна из брестских компаний разрабатывает сейчас набор шоколадных пуговиц фонарщика, которые можно будет смело проглотить, чтобы сбылось ваше желание. Тематическая экспозиция в первую очередь создана для тех, кто бывает в нашем городе проездом и не может лично увидеть маэстро-фонарщика. В качестве сувенира здесь можно приобрести не только магниты с его изображением, но и необычные сертификаты. Ремесленники обещают, на этом идеи не заканчиваются. В этой теме будет еще много интересного, ведь они имеют шанс соприкасаться с волшебными пуговицами, которые дарят творческое вдохновение и фантазию.